Доброе здоровьица, уважаемые автолюбители! Ну вот так вот сложилось, что у меня имеется две машины Lexus. Мне хотелось иметь Lexus. LS, флагман, седан, старенький, 20 лет, но бегает, отлично. И Jeep LX570, как-то так подфартило, скажем так. Так вот, все эти, естественно, цацки, машинки, они требуют ухода, требуют заботы. И вот, если самому как-то, хоть немножечко, я вообще особо не разбираюсь в машинах, но тем не менее, я считаю себя не водителем, а шафером. То есть, тем человеком, который ухаживает за автомобилем, обслуживает его. Да, вроде руками я там не могу ничего особо делать, тем более машины сложные. Но вот, знаете, найти специалистов и добиться от них того, чтобы все было обслужено, можно так сказать, на высшем уровне. Вот я как-то обращался и в официальный центр, и, будем говорить, не факт, что там вам сделают все так, как вы думаете. Вот, оборвали шпильки, ну, где могли оборвать, когда до этого машина обслуживалась у официалов. Шпильки защиты, еще там какие-то косяки, потом еще, знаете, какие-то претензии пошли, там, что-то там такое. Ну, очень мне это все дело не понравилось, ну, и плюс цена. Знаете, по жизни так бывает, что есть периоды, когда ты, ну, буквально таки в деньгах купаешься. Но они не вечны, к сожалению. Сейчас я на пенсии, можно так сказать, уже не до жиру. Так вот, вернемся к машинам. Ну, их же надо обслуживать. Итак, автомобиль Lexus LX570. Фронт работ обозначен. Замена жидкости в гидроподвеске автомобиля. Для начала автомобиль заводим. И переводим подвеску в максимально верхнее положение, то есть приподнятую. Далее переходим к заднему правому колесу. В колесной арке присутствует вот такой вот лючок. При помощи сжатого воздуха. Включаем болт крепления. Ну, и, соответственно, откручиваем, открываем его. Открываем. Весьма неприглядное завелище. Все в грязи, в пыли. Сейчас будем очищать, чтобы не занести грязь в бачок. Расширительный бачок жидкости гидроподвески. Отмыли, очистили. Открывается непосредственно заливная горловина гидронасоса. И видно уровни. Вот здесь вот видно минимальный, максимальный уровень. Плюс непосредственно датчик уровня, который впоследствии смажем, почистим. Добираемся до прокачанного штуцера гидроаккумулятора с левой стороны. Накинули шланг для прокачки. Открываем. Выходящая жидкость имеет весьма неприглядный вид. Повторяем данную процедуру до правой стороны. Жидкость сошла. Имеет тот же неприглядный темный вид. Сейчас будем заправлять расширительный бачок гидронасоса. Для заправки используем оригинальную жидкость Toyota. Индекс на видео. Добираемся до прокачанного штуцера гидроаккумулятора с левой стороны. Стравливаем жидкость. Автомобиль пошел вниз. После слива жидкости машина поимела конкретный крен на левый бок. Фильтр горловины расширительного бачка промыл, продул, устанавливая на место. Разъем датчика уровня промыл, используя очиститель контактов LiquiMole. И набил смазкой для электроконтактов. Данную процедуру проводим так же, как при прокачке тормозов. Передняя левая, передняя правая, задняя левая, задняя правая. Передние контура были заметно, ну жидкость в передних контурах была заметно более грязная, чем в задних. Поэтому для них своего рода промывку два раза прогнали. Зад в принципе хватает и одного. Чистая жидкость идет сразу. Теперь нам предстоит почистить и смазать разъемы датчиков уровня автомобиля. Для начала обрабатываю ВД-40, чтобы горячь в разъемах размокла. Затем выдуваю сжатым воздухом. После последует очистка очистителем контактов LiquiMole. И соответственно смазка контактов специальной смазкой, предназначенной для контактов той же фирмы LiquiMole. Состояние сейчас отмою, смажу и здесь еще на несколько лет, я думаю, никаких вопросов не возникнет. Самое сложное в этой операции отстегнуть пластиковую застежку. Непосредственно фиксатор отжимается очень туго. Плюс грязь, песок набивается. Место незащищенное. Хорошенько заливаем очистителем контактов. Даем постоять немножко, пока занимаемся другими. После чего продуваем сжатым воздухом и смазываем смазкой для электроконтактов. Закрываем. Проверяем целостность тяги. Люфты, шат отсутствуют. Пока еще походит, без всяких допусков. Сам разъем. Непосредственно датчик. Все промыто, смазано. Готово к эксплуатации. Также поступаем с датчиком положения передней подвески. Очищаем, смазываем. Проверяем состояние тяг, разболтанность люфты, шат. Самое сложное, как я уже говорил, расстегнуть непосредственно в пластиковую защелку на разъеме. Поскольку уж идет обслуживание полностью автомобиля, смазываются и обрабатываются разъемы раздаточной коробки. Управление непосредственно полным приводом. Понижайка повышенная. Также промываем, смазываем, закрываем. Смазка шлицевой части кардана. Старая смазка грязная напрочь. Продавили хорошо. Видимо, давно не обслугивалось. В текущий момент старую смазку выдавило. Но это максимально пришлось опустить автомобиль. Так что данное соединение обслужено полностью. Ну, собственно говоря, передний кардан, все то же самое. Шлицевая, с очень грязной смазкой, пока продавила. Не знаю, очень много зашло, пока пошла чистая. Задняя крестовина переднего кардана. Вот смазочка показалась. Складывается впечатление, что прокачивали обычным литолом. Передняя крестовина то же самое. Вон, выдавили непонятную смазку. Сейчас вся смазка на основе десульфида молибдена. О, регулярно, если проводить, кардан будет служить очень долго. Прошпайцевали переднюю крестовину заднего кардана. Все стаканчики смазка прошла. Пластичная смазка на основе молибдена. Собственно, задняя крестовина заднего кардана. Смазка прошла хорошо. Видно, что не обслуживалась она давно. Такое ощущение складывается, что смазывали понаружу. Студенты какие-то. Все отлично. Собственно, осмотр двигателя снизу. Здесь небольшой потек после замены масла. Сейчас пробрызгаю очистителем, чтобы всохло. Но плохо видно. Место уж очень труднодоступное. Вот там немножко. Сейчас замою. И потом через некоторое время надо будет понаблюдать. А так, говорю, на приводах на передних сальники сухие. Пыльники целые. Шаровые в порядке. Колодки передние в отличном состоянии. Общий осмотр, в принципе, показывает, что машина вполне-вполне достойная. Ну и на сладкое удаляем оборванные шпильки из подрамника и из защиты. Вот. Шпилька оборвана. А сейчас появаемся, открутим. И будем собирать уже одного заказчика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова